Всем привет, ребята! С вами GoodApple, и по названию ролика, думаю, уже все поняли, что сейчас я вам покажу, как сделать фонарик в Майнкрафте. Ну а перед началом просмотра, жмякни на лайк под этим роликом, но также не забудь нажать на кнопочку подписаться, а мы погнали! Так, ну что, давайте я вам для начала покажу, как же этот фонарик работает. Конечно, возможно, некоторые подумают, зачем же делать фонарик, если в Майнкрафте он и так уже есть. Вот он, его можно поставить, и он достаточно неплохо освещает небольшую территорию, но у него есть определенный минус. А конкретно, он освещает территорию только тогда, когда мы его куда-то поставим, а когда мы его просто держим в руке, он у нас не работает. И это довольно неудобно, поэтому я сделал вот такую замену фонарика. У меня это шлем, но вы можете взять любой предмет, который можно зачаровать. Но чтобы включить наш фонарик, мы его выбрасываем, и свет у нас имитируется с помощью эффекта ночного зрения. И он будет работать до тех пор, пока мы его держим в руке, но когда мы в руке поменяем слот, он у нас выключится. И если мы его снова возьмем в руку, он у нас будет выключенным, а чтобы его включить, нужно снова выбросить. И да, это мерцание видно только тогда, когда мы смотрим в небо, если же мы будем смотреть на блоки, свет будет постоянным. Ну что, как пользоваться этим фонариком и как он работает, я вам показал, а теперь давайте покажу, как же работает сам механизм. Так, ну что, ставим первый командный блок и записываем в него такую команду. Execute собака е в квадратных скобках type равен item, name равен в кавычках пишем фонарик, ставим три тильды. Дальше тег собака p add shine. Shine на русском это свет, и это тег, который будет отличать игрока с фонариком от всех остальных игроков. И ставим командный блок на режим цикла, и работает всегда. Есть, ставим следующий командный блок и записываем в него такую команду. Execute собака е в квадратных скобках type равен item, name равен фонарик, ставим три тильды. Дальше execute собака p, снова ставим три тильды, пишем клон, теперь выходим. Берем сундук, ставим его вот сюда, и сразу положим в него наш заранее названный в наковальне фонарик. В моем случае это шлем, но как я уже говорил, вы можете выбрать любой предмет, который можно зачаровать. Теперь запоминаем координаты этого сундука, у меня это 66, 4, 24. И да, когда вы узнаете координаты сундука, то просто становитесь на него, и координаты, которые у вас будут указаны, это и будут координаты этого сундука. Так как в координатах сундук не прибавляет блок по высоте, дальше снова заходим в наш командный блок и пишем дальше. Значит записываем координату нашего сундука, у меня это 66, 4, 24, эту координату нужно записать два раза. Дальше ставим три тильды после второй два, и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда. Так, ставим следующий командный блок, в котором будет такая команда. Пишем execute собака е в квадратных скобках type равен item, запятая, name равен фонарик, ставим три тильды. Дальше execute собака п, снова ставим три тильды. Set блок, ставим три тильды после второй два, пишем air0 destroy, и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда. Есть, ставим следующий командный блок и записываем в него такую команду. Тиль собака е в квадратных скобках type равен item, запятая, name равен в кавычках, пишем сундук, и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда. Так, теперь летим вот сюда, узнаем вот эту координату, у меня это 66, 4, 23. Возвращаемся, ставим следующий командный блок и записываем в него такую команду. Set блок, записываем нашу координату, у меня это 66, 4, 23. Пишем redstone блок и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда. Так, теперь снова летим сюда, ставим следующий командный блок вот здесь и записываем в него такую команду. Энчант собака а в квадратных скобках type равен shine и записываем чары, которые подходят к вашему предмету, в моем случае это respiration. И желательно выбирать чары, которые подходят конкретно к вашему предмету, например у меня respiration на русском это подводное дыхание, подходят только к шлему. И дальше ставим командный блок на режим цикла. Есть, ставим следующий командный блок и записываем в него такую команду. Эффект собака а в квадратных скобках tag равен shine, пишем night vision, ставим 1, 1, пишем true и ставим командный блок на режим цепи при условии и работает всегда. Есть, теперь берем компаратор, ставим его вот сюда, от него мы ставим любой блок, который проводит сигнал, на него мы ставим redstone факел, так, а сюда мы ставим командный блок, в котором будет такая команда. И да, поставить его нужно так, чтобы он смотрел вбок. Пишем тег собака а remove shine и больше в этом командном блоке мы ничего не меняем. Так, ставим следующий командный блок, в который запишем такую команду. Пишем set block, теперь выходим, снова узнаем вот эту координату, у меня это 66, 4, 23. Записываем ее в наш командный блок, пишем air и ставим командный блок на режим цепи и работает всегда. Так, теперь летим сюда и здесь мы ставим последний командный блок, так, чтобы под ним осталось место еще для одного блока, там будет появляться redstone блок. Пишем kill, собака, е в квадратных скобках type равен item, name равен фонарик и больше в этом командном блоке мы ничего не меняем, кроме задержки в тактах. Здесь мы ставим 14. Есть, вот и все, наш механизм полностью готов. И давайте-ка мы его сейчас проверим. Значит, летим вот сюда, так, и чтобы нам лучше было видно, нужно поставить темное время суток. Для этого открываем чат и запишем такую команду. Слэш, таймсет, миднайт и у нас ставится середина ночи, это время суток, когда у нас лучше всего будет видно, как работает наш фонарик. Так, теперь берем наш предмет, который выполняет роль фонарика и да, нам нужно заранее назвать два предмета, потому что один мы ложим в сундук, а вторым уже пользуемся. Что ж, давайте-ка мы его попробуем включить, и если кто забыл, чтобы включить фонарик, мы его просто выбрасываем. Есть, он у нас включился, и теперь, если мы поменяем слот в руке, то фонарик у нас сам выключится, но чтобы его снова включить, нам нужно будет его снова выбросить. Круто, все работает. И да, кто еще не знает, чтобы у вас механизм работал даже когда вы от него очень далеко отойдете, вам нужно сделать следующее. Подойдите поближе к механизму, откройте чат и запишите такую команду. Слэш, тикинерия, эд, киркл, ставим три тильды, один и запишите любое слово на английском, это будет название вашей тактовой области. С помощью этой команды область, в которой вы находились, будет оставаться постоянно прогруженной, даже если вы от нее очень далеко отойдете. Ну а на этом все, ребятки! Всем огромное спасибо за просмотр! Вот такой видосик у меня получился в этот раз, если он тебе понравился, обязательно жмякни на кнопочку лайка. Ну а также не забудь нажать на кнопочку подписаться и присоединяйся к нашей пока что маленькой, но очень дружной семье. И да, народ, кто еще не знал, у меня есть свой дискорд сервер, на котором уже немало дружных общительных ребят. И конечно, там я постоянно со всеми общаюсь и отвечаю на все интересующие вопросы, так что кому интересно, присоединяйтесь к нам по ссылочке в описании. Ну и также, конечно, розыгрыш бесплатной рекламы, которую можешь получить и ты, и если что, все условия смотри в описании. А в этот раз победил канал Мистер Нуд, у него на канале вы найдете обучающие, видосики с геймплеем, а также различные обзоры по майну, так что кому интересно, ссылочка в описании. Ну а с вами, как всегда, был GoodApple, всем до скорого и всем пока!